Актовый зал 19-й школы полон. И это еще не все многодетные семьи города. А в Димитровграде таковых 419. У мам и пап, которые воспитывают троих и более детей, накопилось много вопросов к представителям власти. Например, как будет решаться вопрос с проездом в общественном транспорте. Сейчас вот переговоры, они идут, может быть чуть дешевле будет билет для детей, может бесплатно, может 50%. Сейчас это все рассчитывается, это очень сложно. Еще одна наболевшая тема – питание в школах. Специалисты Управления образования поясняют, бесплатные обеды получают дети не из всех многодетных семей, а только из тех, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума. В настоящее время у нас питаются бесплатно в школе по городской целевой программе 850 детей. И эти дети из числа малообеспечены. Поэтому, если ваша семья малообеспечена, то бесплатное питание будет обеспечено. Интересная школа. Очень четкое разграничение между платниками и бесплатниками. Если у платников горячее, приятное, то бесплатник садится к холодной, извините, к гостляну какой-то, там, я не знаю, вообще ушку. Чиновники заверили, что с данной ситуацией будут обязательно разбираться. Родители недовольны и тем, что вынуждены платить и за катание на коньках во время уроков физкультуры. Урок физкультуры проводится в спортивном зале общеобразовательной школы. Учитывая, что сейчас введет третий урок, да, и времени не хватает в спортивный зал, детей водят, поэтому на спортивное сооружение. Они все туда ходят, классы. И ходят все туда. Бесплатно. Какая школа? Валерейский школа. 50 рублей за мной. Ходит на каток, главное. По словам Игоря Волкова, по этому поводу проведут тщательную проверку. У меня такая большая к вам просьба, да, все, кто с таким столкнулся, прям письма не напишите, я здесь задержусь, буквально вам это займет 5 минут. Будет проведена очень жесткая служебная проверка. Хорошо. А на все другие вопросы более подробно чиновники обещали ответить родителям на портале 3сосны.рф. Юлия Лаптева, Анжелика Варвинок, Новости Димитровграда.